Фонд социального страхования создан с 2005 года и в этот период он страховал три вида социальных рисков. Это потеря трудоспособности, это потеря кормильца, это потеря работы. На это было предусмотрено 3% от в пределах 10 минимальных заработных плат социальных отчислений в фонд. Начиная с 2008 года в систему было добавлено еще два вида риска. Это потеря дохода в связи с уходом за ребенком до одного года и по беременности и родам. И было добавлено 2% социальных отчислений на эти два риска для того, чтобы платить социальные выплаты в связи с возникновением потери дохода. Система социального страхования предполагает, что государство обеспечивает определенный социальный стандарт. Что да, в случае возникновения у вас этого риска, вы будете получать вот такую-то социальную пособие, ну такой-то размер определенный. А вот эти два вида выплат, которые мы говорим, длинные выплаты, то есть они очень длинные, то есть это минимум 20-30 лет нужно будет платить по ним. И естественно денег, которые, например, внес человек за эти выплаты, соответственно их же не хватит на то, чтобы покрыть эти выплаты. Поэтому они должны покрываться из всех поступлений, которые приходят. И первые 3%, которые в системе социального страхования, с чего он стартовал, они как раз и предназначаются на то, чтобы покрывать эти виды рисков. Естественно, на два других вида риска, которые были добавлены с 2008 года, приходится еще 2% добавить, чтобы покрывать их. Они текущие выплаты, то есть они не требуют индексации, потому что они выплачиваются единовременно, то есть по беременности и родам. Или же если по уходу за ребенка, то в течение короткого периода, то есть в течение года. Чем было вызвано принятие этого закона? В тем, что было достаточно много вот таких вот мелких неточностей или шероховатостей в старом законе, которые были уточнены. Например, что такое страхование, то есть когда риск случайен. Если риск не случайен, если риск прогнозируем, то это не страхование, тогда это надо платить из бюджета. По беременности и родам в этом риске, то есть там риск случайности не учитывался. Так как учитывался любой один взнос, и с этого взноса определялся размер дохода, то тогда достаточно было один взнос принести, что и происходило на практике. И, скажем так, человек уже заранее знает, что он в положении. То есть он уже целенаправленно идет, вносит один взнос и, естественно, на финале получает. То есть риск перестает быть случайным. То есть получается, что мы и заметили, что, например, когда темпы роста рождаемости, например, если у нас возникают в пределах, например, из года в год где-то около 5-7%, то переток людей из неработающих в работающих, самое интересное, только беременных, не всего населения. То есть почти 70% достигает. То есть это говорит о том, что риск перестал быть в принципе случайным. То есть это тоже нарушение определенного принципа, то есть страхового. Поэтому все вот эти шероховатости нужно было, как говорится, подчищать, что должны быть процессы как бы правильными. И самое главное, что хотелось бы сказать еще, когда мы вот, если по-крупному на все это дело посмотреть, то за прошлый год у нас поступило 182 миллиарда тенге социальных отчислений. То есть если мы разделим его на 5, то это будет 36 где-то миллиардов тенге. Теперь если мы возьмем просто сколько у нас произошло выплат, то мы видим, что по уходу за ребенком это было 36 миллиардов. А если мы возьмем, например, по беременности, то это уже где-то 42-45 миллиардов тенге выплат. То есть вот налицо явно то, что этих денег, которые приходят в систему, недостаточно на то, чтобы покрывать этот риск. Вопрос возникает тогда следующего характера, что тогда, ну, здесь это, где брать эти деньги? То есть да, или же, то есть если ничего не настраивать, либо все-таки настроить систему правильно. Если же мы говорим о том, что такое социальное страхование, то тогда лучше надо обратиться в первую очередь к международному опыту. Есть такая конвенция МОД 183, которая гласит о защите материнства и детства. И там говорится, что должно гарантировать государство. Государство должно гарантировать 2 третих от застрахованного заработка. Или же самое 2 третих от средней месячной заработной платы по экономике. Что такое 2 третих от средней заработной платы по экономике? Это в нашей стране средняя заработная плата, например, на 2013 год, это 101 тысяча тенге. От нее 2 третих это где-то 66 тысяч тенге. То есть вот это нужно страховать. Что происходит у нас? Мы страхуем больше. Мы страхуем 186 тысяч тенге. Проблема какая возникла в этом еще вопросе, то есть это, когда мы сравниваем, например, нас с международными, ну, с другими государствами, с развитыми странами. Что происходит? Если мы возьмем, какую бы страну мы ни взяли, Германия, Россия, Франция, Канада, Япония, Италия, везде есть ограничения. Ограничения везде разные, согласен. То есть, например, ну, надо правильно подходить к этим ограничениям. То есть, например, в некоторых странах, например, таких как Япония, там ограничения возникают в пределах, где-то если на тенге переводить, где-то около в пределах 4 миллиона тенге. Но если смотреть на среднюю заработную плату, то у них и средняя заработная плата в пределах 500 тысяч тенге. То есть, вот. А если мы, например, смотрим на Россию, то у них ограничения даже меньше, чем у нас, например, допустим, да. А если, например, женщина имеет, ну, беременная женщина выходит в декрет, то ей, то есть, получает выплату по беременности родом, и у нее стаж на работе меньше, чем 6 месяцев, то она получит минимальную заработную плату, не более. То есть, и никто не будет рассматривать, какой был у нее доход. А если посмотреть, например, Германию, то там они гарантируют ей всего лишь там 1200 евро от фонда социального страхования, а все остальное платит работодатель. То же самое происходит и в Великобритании. Там где-то 1200 фунтов, а 580 фунтов платит фондам социального страхования, все остальное работодатель. Точнее говоря, бюджетам, а все остальное работодатель платит. То есть, что возникает? То есть, да, во всех странах введено определенное ограничение. Вся остальная нагрузка переложена на работодателя. Почему? Потому что кроме работодателя никто не знает реальную заработную плату своего сотрудника. Мы должны четко понять, то есть, да, разделить две вещи. То есть, бюджет, то есть, да, это один карман. Фонд социального страхования – это другой карман. У нас с ними разные задачи. То есть, например, в фонда социального страхования есть только одна задача. То есть, обеспечить определенный социальный стандарт, чтобы человек работал, платил социальное отчисление, ну, как говорится, платил налоги и, как говорится, получал в случае возникновения риска свою выплату. Что мы и гарантируем. Вот то, что они платят налоги, они, я думаю, что тоже получают за свои налоги, как говорится, да, то есть, они получают бесплатное образование для детей, они получают бесплатную медицинскую помощь. Теперь, что происходит на сегодняшний день? На длинный выплат у нас было рассчитано 3%, и фонд нормально работал. Когда запустили вот этот механизм, то есть, 2% добавили, ну, в смысле, и там есть две выплаты. То есть, если по уходу за ребенком нет вопросов, то есть, да, она приблизительно находится в своем пределе, то по беременности и родам он изначально был, ну, как говорится, то есть, да, запущен немного, ну, неправильно, то есть, с превышением. Вот я только что уже приблизительно приводил пример. 182 миллиарда поступило в прошлом году социальных отчислений. А выплата была, например, 36 миллиардов по уходу за ребенком, и где-то 42,5 миллиарда было по беременности и родам. То есть, а хотя 1%, если мы взять, возьмем, то есть, это где-то 36 миллиардов. То есть, если по уходу за ребенком вопросов нету, то есть, да, спокойно платим, спокойно, как говорится, денег хватает на все, то по беременности и родам, то есть, явно дефицит 5 миллиардов ежегодно возникает. То есть, а с каждым годом этот дефицит, он будет расти. То есть, получается, на покрытие этих выплат мы вынуждены забирать деньги из той группы. И, соответственно, к какому-то определенному периоду, если это не будет перекрываться, мы просто говорим об этом, о том, что если либо нужно здесь перекрывать, то есть, если это не будет перекрываться, то там денег не будет хватать. Вопрос, эти-то деньги же сейчас забрали, ушли. Ага, там обязательства, они сформируются, их надо платить годами. Завтра денег инвалидам не хватит, они будут, завтра начнут возмущаться. Не хватит денег тем по потере кормильца, у которых погибли родители, детям, и им нужно платить. Ну, это же, здесь нужно четко определиться, какую мы цель ставим, какую мы задачу ставим. На сегодняшний день, на самом деле, мы платим хорошие деньги. То есть, женщина в конечном итоге, даже если она имеет социальный выплат от одного работодателя, социальное начисление, то есть, она как минимум полтора миллиона в год она все равно получит. Это учитывая пособие по беременности и родам, которые мы выплатим, это учитывая пособие на рождение ребенка, который платится из бюджета, и учитывая пособие по уходу за ребенком до года. Я думаю, что как социальный стандарт, это достаточный уровень социального обеспечения. Вот в этом, ну, как говорится, на этом уровне. Вопрос возникает в другом, то есть, можно ли сделать его больше? То есть, ну, тогда это же другая задача, ну, скажем так. И, скорее всего, это не задача фонда социального страхования, потому что фонд социального страхования, он определяет, ну, какие-то определенные рамки, и он должен жить в каких-то определенных рамках. Он не может жить за пределами этих рамок. Поэтому, если мы хотим, чтобы женщина получила больше или еще что-нибудь, то есть, тогда надо садиться вместе за стол и искать решение, пути решения этих вещей.